Дошли тут на соседнюю улицу, где вот ива растет большая. У них тут тоже очень все так зелено сделано. Тут хочу показать рябины. Вот у людей во дворе две рябины. Не знаю, метров, наверное, 5. Так они красиво смотрятся, сформированы так круто. Просто очень шикарно. Смотрятся бомбически, короче. Вот у них тут всякие кустарники тоже сделаны шариками. Тоже газончик. Это спире. Вон там барбарисы разные. Пузыреплодник. Вот сейчас покажу еще. Тут у них кустарник тоже очень красиво смотрится. Вот пузыреплодник вот это. А это, да, дерен. Вот они как сформировали такими вот шариками. И тоже рябина, смотри, тоже две стуки. И тоже вон рябина у них растет. Смотрится очень красиво. Так что на площадке нам надо тоже вот какие-то кустарники. Рябины у нас вырастут. Будет это все смотреться очень красиво. Столько птичек там чирикают в рябине. Красота. Это, в общем, Московский переулок называется. Это вон от Хорошева идете. Здесь вот эта улица. И у них тоже очень много всяких растений. Красиво все сделали. А вот это является матерью. Матеря вот они. Вот это мать ив, которые плакучие у нас в поселке. А вон ива кудрявая. Доноры, короче. Отсюда мы взяли все эти растения. Они вот каждую осень постригают. Выкидывают вон туда в поле. И мы забираем солей. Проращиваем и высаживаем у нас. И вот такие вот кудрявые ивы вырастают. Очень красивые вживую. А это просто нереально красивое дерево. Сейчас пострижено. При том, что еще и подстрижено. Пришли тут в поле. Где будет застройка. Здесь все будет сноситься. И пока еще здесь слой плодородный не сняли. Не убрали. Стройка не началась. Мы в поселок себе деревья, короче, забираем. Вот с той стороны нашего поселка. Там уже половину поля тракторами выровняли. Все деревья снесли. А здесь пока они есть. И тут есть два дерева. Боярышник. Вот раз. Боярышник. Два. Одно дерево я вот выкопал. Потратил тут где-то полчасика. Сейчас второе буду. И пока тут стоял, смотрел, что тут растет, нашел телефон Nokia. Вот в земле был прям вкопан. Вот местечко. Вот так вот лежал, прикиньте. Я думал, телефон тут, фонарик даже какой-то есть. Лежит тут, наверное, лет 10, как минимум. Потому что вот эти дома 15 лет назад начали строить. Вот и здесь ездили. Вот строители работали. Походу потеряли. Ну, может, не здесь, но тут пользуемся. Ну-ка. Сейчас попробую как-то... Открыть. Сим-карта, интересно-то. Открылась. Вот это, конечно, опасная тема. Она может взорваться. Симка есть, прикиньте. Так, это взбухшая. Вот. Да, взбухшая. Я думаю, это мы выкинем. Это в любом случае не надо. Потому что может взорваться такая штука. И тут есть место под сим-карту. Очень интересно, какого года симка. Чей-то телефон, прикиньте, сейчас взять и так вот позвонить. МТС. Вот. Так. Год, год пытаюсь. Что-то 98. Мада Ин. Хунгария какой-то. Хангри. Что за Хангри, интересно. Какая-то вообще страна Хангри. Не Китай, кстати, да? Так что, симку поставлю обратно. У Оли брат. Он хорошо разбирается во всяких разных таких вот технологиях. У него есть очень много всяких там запчастей, зарядок, к таким вещам. И он может из много чего собрать что-то одно работающее. Тут даже на проводочек этот есть. Это вот, наверное, и отстегнулась застежка. Да, вот застежка сломалась. Вот. Сломанная застежка. И у человека телефон упал. И он больше его не нашел. Вот экран, конечно, сломанный. Может, он что-то отсюда в корпус заберет. Я не знаю. Реалитет, короче, находка. Нокиа. Вот. Есть же эти, показывают видео такие, когда раскопки делают, старые какие-то реалитетные вещи находят. Я тут совсем случайно копал дерево, нашел телефон Нокиа. Очень круто. А, кстати, давайте-ка на этом посмотрю Мады и ничего. На всякий пожарный, чтобы, если что, Спартак будет смотреть. Вот. 3,7 вольт БЛ-5СА, Нокиа. Вот здесь такая штука. Мады и Чина. Да, Чина. Вот она вздутая, да? Вздутая, да. Вот так. Сейчас продолжим выкапывать следующее дерево. Выкопал, в общем, два боярышника высоких в несколько метров. Достаточно серьезное деревье. Вот последние две штуки в этом поле. Здесь больше боярышника нет. И вообще я нигде не видел, чтобы где-то боярышник рос вот так вот в полях. Это очень редкие деревья. При этом они очень дорогие. Вот такое вот дерево в садовом центре стоит около 20 тысяч. Одно дерево вот такого вот боярышника. Так что вот эти два дерева, это уже на 40 тысяч. вот, и они у нас пойдут озеленять наш поселок. Вот так. Тут в поле нашли два дерева, сосны. Такие красивые, особенно вот это просто. Как будто новогодняя какая-то елочка. Сейчас вот это тоже выкопаю. А вот затем приду попозже. Потому что уже просто нет уже сил. Потому что нужно рассчитать еще. Там двое боярышника. Еще вкопать надо. И это выкопать и вкопать. Еще три дерева. Так что силушки богатырские. Надо как-то подрассчитать. Но очень красиво. Может потом землю? Да нет, сейчас сразу пока здесь я. Лопата здесь. Дождя нет. Все. Оля просто взяла рукой, вырвала. Это все из земли. Просто монстр. Я чуть-чуть так напланировала. Как в американских фильмах. Они говорят, муж, ну-ка, отойди. Одной рукой раз. Вот они, русские женщины. И в огонь и в воду. И в избу горящую. И коня на скаку остановят. И дерево с корнем вырвут. Вот она, русская женщина. Какие там санкции. Тут сконско, грязно. Арнольд Шварценеггер отдыхает. Со своим бревном на плече. Вот так вот. Никто нас не победит. Пока есть такие женщины. Все, посадили елочку. Очень классно смотрится. С этой стороны не хватает зеленого цвета. Туда дальше еще посадим тоже еще одну. Там есть в два раза больше только придется там попарить, чтобы выкопать. И уже будет круто смотреться. Красота. 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 Вот боярышник. Корень такой большой, мощный. Также посадил еще один большой боярышник. И сосну. На сегодня еще три серьезных дерева были посажены. Два боярышника и одна сосна. Потом еще одна такая же сосна есть, только здоровая. Вот сюда еще. Ее поставили, будет мощно. Здрасте. 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 Продолжение следует...